710 номеров за 750 дней существования Брянского фронта. Первокурсники-журналисты знакомятся с историей газеты на разгром врага. Тогда, чтобы сдать вовремя материал, недостаточно было мастерски владеть словом. Когда вокруг враг вернуться живым в редакцию, которая скрывалась от бомбежек в лесу, большая удача. Сейчас здесь памятник военным журналистам. Для филологического факультета и для журналистских наборов это очень не случайное место. Более того, оно для нас знаковое и легендарное. Потому что, когда строился этот памятник, когда здесь все обустраивалось, наши первые наборы принимали участие в уборке, в строительстве. Не просто вручение зачетных книжек, а сложившаяся традиция. Посвящение в студенты в героическом месте. И первый урок о силе слова, которое может и солдата на подвиг вдохновить, и противника запугать. Во время Великой Отечественной войны на передовой работали 4,5 тысячи военных журналистов. Почти каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, каждый четвертый убит. А следом награждение победителей областного конкурса молодых журналистов «Медианекст». Работы брянских акул «Пера» оценил и секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. От журналистов очень многое зависит. Я считаю, что все равно это профессия штучная. И хоть у нас сейчас каждый считает, что он журналист и может что-то в благосфере начать делать, на самом деле талантливых ребят не так много. Но у вас в этом конкурсе мне как раз показалось, что их достаточно много и сложно было выбрать. В этом году лучшим молодым тележурналистом признали Елену Лыщицкую, корреспондента Брянской губернии. Жюри конкурса отметила ее специальный репортаж о непростой судьбе и творческом пути ее ноябрянской вокалистке, которой удалось попасть на федеральный музыкальный проект. Молодая, энергичная, жизнерадостная. Прежде чем связать свою профессиональную жизнь с телевидением, Елена работала ведущей на радио. Но, как выяснилось, быть в кадре для нее тоже не проблема. Журналистки доверяют чуть ли не самую сложную работу на телеканале – ведение прямых эфиров. Мне очень нравится, в принципе, жанр интервью. И если говорить о каком-то развитии, то мне очень бы хотелось в перспективе реализовать какой-то авторский проект, где я бы могла общаться с простыми людьми, не звездами, не знаменитостями, которые каждый день меняют наш мир, делают его чуточку лучше. И, может быть, это глобально незаметно, но в жизни определенного человека, может быть, даже одного, это совершает какие-то перемены. И вот раскрывать личность мне всегда интересно. Вот это бы хотелось сделать. Скромное напутствие от нашей журналистки, первокурсникам Брянского госуниверситета. Независимо от того, какое редакционное задание достанется сегодня, завтра или через год, важно любить свою работу. Каждый раз садиться за написание текста с настроем, что это будет твой самый лучший сюжет. Мы и коллектив Брянской губернии поздравляем Елену Лыщицкую с победой и с нетерпением ждем ее возвращения из отпуска. Екатерина Карманова, Игорь Винничук. События. Брянский район.